К сожалению, сегодняшний день преподобного Серафима Вырецкого был осложнен и печален вот такими событиями в Санкт-Петербурге, как раз таки, которые тоже город относим к преподобному Серафиму Вырецкому. Поэтому батюшка немножко задержался. Я хотел бы поздравить нас всех, обратиться к собравшимся, к членам нашего общества, к собравшимся представителям воинства, интеллигенции. И хотел бы представить человека, который в представлении не нуждается, генерал-лейтенанта Решетникова Леонид Петровича, лидера, руководителя нашего общества, который расскажет вкратце, да, так сказать, о наших дальнейших планах и о тех делах, которые уже были сделаны, и та литература, которая сегодня есть, вот такое подтверждение. Слово, Леонид Петрович. Еще раз добрый вечер. Я в Ростове, на данный момент, первый раз сюда с удовольствием приезжаю. Сегодня со мной мой помощник, кандидат политических наук, Артур Атаев, специалист по Кавказу, по терроризму. К сожалению, Роман Олегович Руссу, он занимается нашими издательскими делами, книгами. И моя помощница уже, первый год, это Евгений Александрович Бластовой, бывший руководитель аппарата, директора, сейчас помощник в нашем обществе. Что хочу сказать, прежде всего, еще раз. Общество развития русского исторического посвящения, два главы. Почему мы решили его создать? Вы знаете, что долгое время, в 2004 году, у нас был фонд наследия, который занимался восстановлением русских кладов на острове Левос, организацией молодежного православного отряда, потом детского казачьего лагеря, русские дни на Левосе. Ну, это, как бы, такой получался у нас очень интересный, но все-таки частный момент нашей истории, нашего прошлого. И где-то в 2016 году все-таки пришла мысль выйти на более широкий проект. Почему? Потому что, ну, читали многие, ну, наверное, многие читали мои интервью, я считаю, что у нас самая искаженная история в мире. Ну, может быть, в Китае и другая, не знаю, такая же. А у нас история очень сильно искажена. И мы, вообще-то, жертвы, даже мы кандидаты в исторических наук, в философских наук. Мы жертвы той истории, которую мы изучали последние сто лет, наверное, учитывая 73 года советской власти, а потом, учитывая власть либералов, это десятилетия страшные. Да и сейчас ничего принципиального в изучении истории, пропаганда истории не меняется. И обратите внимание, вот такие фильмы, исторические, выходят очень часто на экраны, не получая нормальной духовной такой оценки. Например, фильм «Викинг», да, кто его смотрел, тоже такой довольно странный фильм. Одно название странное. Почему «Викинг»? Тем не менее, Бельмин Петрович, прошу прощения, я сразу ворвусь. Но, тем не менее, этот фильм «Викинг», вот, видимо, «Викинг», он прошел из этих суток, что случилось. Мне только вступление говорили. «Викинг» показал интересный момент. Всю мир заслужил. Возможно, там, конечно, натяжки очень огромные, потому что там какие-то крестаиты показаны. Но, тем не менее, вот этот контраст язычества и христианства, там почти нечет. Хорошо, давайте я все-таки вступительное слово скажу. Почему «Викинг»? Никак, вот в литургии не отойдет. Это абсолютно бредовое название. «Викинг», по крайней мере, ну, можно было назвать «варяг», но никак не «Викинг». Владимир, сын, внук Ольги, ну, не может быть викингом, вообще не может. А зачем это делается? Чтобы нас опять подвести к этой мысли, что все мы получили из Скандинавии, что мы все завязаны на вот эту западную историю, что эта связь неразрывна, хотя он никакой не «Викинг», это просто историческая шизофрения назвать Владимира «Викингом». В лучшем случае, или в худшем случае, вариант. Это разные вещи. Или вот сейчас выходит фильм «Отимпы», да? Ну, о государе Николаев Втором уже что только не писали. И тряпка, и безвольный, и все проиграл, и все, и был слабый, и Россия была темная, черная. Но всегда оставляли один нетронный момент, что он был прекрасный семьянин, любил жену, любил своих детей. Вот маленький кусочек света оставался. Ну, я имею в виду светской вот этой пропагандии исторической. Ну, господин учитель, с подсказки господина Винокура, как он рассказывает, решили этот маленький кусочек света, его отношение к семье, к жене, замазать грязью истории якобы любви между Пшесинской и Цесаревичем, в то время, когда он уже был помолвлен в будущее своих женат. И я говорю, у нас постоянное искажение истории, оно началось сразу после эволюции. Если мы дореволюционным историком можем, какую сделать всегда, какую претензию высказать? Тенденциозность, субъективность. Ну, для историка это нормально. История, что, как папа бы цитировал всегда, история, что дышла, куда прерывала, туда и вышла. То есть, тенденциозность, субъективность, но враня не было. Ну, просто не было враня, никакого враня не было. Сочинений не было. Темных мест не было, что об этом царе или об этом князе не будем ничего говорить. Вообще, его не было. Что получилось после революции? После революции просто отменили преподавание истории в школах. Просто ее отменили, историю отечества. Не преподавали до 1934 года, реально до 1935. Потому что в 1934 году было принято постановление об изучении в школах. Почему это сделали? Отменили. Ну, надо было написать новую историю. Надо было оправдать приход к власти и написать такую историю, которой бы не хотелось читать. То, что было 18-го. Не хотелось бы обращать вообще на нее внимание. Потому что мы родились в октябре. У нас история началась в октябре. Такой был посыл. Надо было это все написать заново. А кто будет писать? Буржазные историки, которые еще не ушли в эмиграцию и их не выселили. Их остались единицы. И они не сумасшедшие. Конечно, писать такого не будут. Поэтому создали сначала Институт Красной Профессуры. Готовили. Да. Готовили людей верных идеям арсизма и ленизма. И они потом начали уже писать исторические произведения. Потому что одного покровства было мало. И только с 1935-го года началось изучение истории школы. Я как-то посчитал недавно совсем. В прошлом году, в мае, что-то подумал. Отец у меня ушел на фронт уже капитаном. В смысле, армейским капитаном. И он ушел на фронт, не изучая истории, не зная истории своей Родины. Потому что, когда он поступил в военное училище, еще историю не преподавали. А когда он закончил, уже было поздно. Негде было учить. И он историю знал только из-за того, что ему в церковно-приходской школе священник рассказал о истории нашей страны. Вот такая ситуация. Поэтому та история, которая написана, она, конечно, была, ну, я бы сказал, это просто такой вымысел во многом. Во многом вымысел. Вымысел по советской истории, по истории революции. Она же тоже искажена. Мы же никак не можем даже представить, что вождем революции, кроме Владимировича Ленина, был еще и товарищ Троцкий. не меньшим, а может быть больше. Но, во всяком случае, всю гражданскую войну он командовал Красной Армией. Всю гражданскую войну. Он был командующим. Он воевал с белыми. Все победы можно спокойно приписывать и ему тоже. Это и праздник 23 февраля придумал. И много. Но, кстати, вот 23 февраля, сейчас я буду заканчивать с этим. 23 февраля, что произошло 23 февраля? Отряд Дыбенко получил задание остановить немцев. Они вышли на выстрел из ружья, увидели наступающий эскадрон немецкой кавалерии, развернули все и бежали. Но, многие знают, боевого столкновения не было. Не было боевого столкновения. Бежали, его судили Дыбенко. Буквально через месяц судили за это. Но потом простили, он продолжал, пока в 37 году его не расстреляли. Его судили за это. Мы этот празднуем как день создания Красной Армии. Бред, бред. И таких даже по революции бреда много. Что касается истории дореволюционной, это вообще сплошная фальсификация. Развитие России. Вот нам вбили в голову, что Россия была темная, отсталая. Я всегда спрашиваю, давайте не будем даже спорить, потому что цифры говорят о другом, о совершенно другом. Но как в отсталой стране, в которой вы говорите, могли родиться такие писатели, такие поэты, такие художники, такие инженеры, такие специалисты, медики. Ну, у нас пирогов, он лежит нетленный. На Украине декоративные. Как это может, вот, темная, черная страна, вот я в Уганде был, несколько раз, вот они темные, черные, и там ничего не происходит, никого они не рожают, кроме огромного количества бебезьян. Ничего не получается. Ну, как Россия, темная, отсталая, выдала на гора сотни имен, которые Европа гордится. Америка не в счет, они не понимают. Европа гордится этим. Даже это, задумываться, задуматься, и как это может быть. Как можно построить за 10-12 лет дорогу от Москвы до Владивостока в темной стране, не используя каторжный труд. Только за счет артелей, и люди зарабатывали там деньги. Огромная железная дорога, которую мы все едем, БАМ до сих пор не может в полную силу заработать. А мы все по Транссибу. Это же построено за 10-12 лет. Как можно построить порт, незамерзающий, город за полгода? Мурман. Или, как вы знаете, Романов на Мурман. Как можно создать химическую промышленность за один год, когда поняли, что немцы трогать газом сейчас будет. За один год же составим химическую промышленность. Как можно говорить, что мы отсталые, когда у нас подводный флот Первый мировой войны был самый большой подводный флот. Не говоря уже о том, что некоторые линкоры участвовали в Великой Отечественной войне. Построены в начале века. Стояли, использовали их орудия, они стреляли. Это все создавалось в той России. И когда вы заглянете, я всегда говорю, у меня и у каждого наверное из вас такая история. Мама одиннадцатый ребенок в семье, дедушка, не знаю, погиб он прапорщиком или под прапорщиком, но в то время, когда мама родилась, он был фельдфебелем, и у них была в гарнизоне квартира из пяти комнат, он имел возможность содержать это, как фельдфебель. пять детей, одиннадцать детей. И еще была женщина наемная, которая помогала. Это фельдфебель, ну фельдфебель, знаете, такой старшина в Советской Армии. Ну как можно говорить о дикой отсталости, о страшной бедности и так далее. То есть нам это внушили. Я не говорю, что мы были суперидеальная страна. Нет. Были проблемы, но это были проблемы развития, господа. Это были проблемы естественного развития страны. Она двинулась тысячу лет назад таким путем. И тысячу лет естественно шла этим путем. Просто естественно. Да, через кризисы, через смуты, войны, победы. Но она так начала с московского княжества. Ну даже не с московского, с Киевской Руси. Потом московское княжество. И посмотрите, как эта дикая отсталая страна могла дойти до Тихого океана, перейти Тихий океан в Калифорнию, в Аляску и границы на западе с Швецией, Финляндия входят, Польша входят, до Арктики, вниз до Пушки. Как это может быть? Мы не задумываемся. Это знаете, как вот демонстрации в Москве у вас, наверное, были. Вот эти школьники, студенты кричат, вопят, фотографируют. А мы против Димона, кроссовки за 30 тысяч, а фотографируют на айфоны, которые стоят 40, 50, 60 тысяч. И никто не задумывается. Мне рассказали, как две, одна моя знакомая беседует с своей сестрой, двоюродной сестра говорит, ой, безобразие такое, у Медведева кроссовки за 30 тысяч. Она говорит, а у тебя сапоги за 30. Так у меня одни. Она говорит, а ты же не премьер-министр. Но мы же не задумываемся. Мы постоянно не задумываемся. Мы не должны быть такими не задумывающимися. По истории нашей страны ведь это очень просто. Не надо доказывать цифрами. Ничего не надо доказывать цифрами. Кризис. Россия в кризисе. 17-й год. Кризис. Война. Так все утверждают. Да, кризис. Но не каждый кризис заканчивается революцией. Не обязательно. Совсем не обязательно. Каждая страна в своем развитии раз в 10-15 лет проходит через кризис. Не обязательно кризис. Не обязательно революция. Мы тоже сейчас в кризисе постоянно. Но пока слава богу революции никакой нет. Не дай богу. То есть опять задумываемся а почему это случилось? Страна развивается ну кризис но не обязательно кризис. Война тяжелая. Но разве можно сравнить с Великой Отечественной? Или погибших в Первой мировой войне у нас по всем самым завышенным оценкам миллион триста миллион триста пятьдесят гражданского населения два-три процента погибших. Немец извините на территории собственно России не зашел. Совершенно не зашел. Я всегда спрашиваю а где могилы погибших наших воинов нету есть только могилы тех кто умир от ран госпиталя. Мы же не можем сравнивать Великая Отечественная война когда немец в Химпах когда Питер блокирован когда немец на Волге когда оккупирована три года основная часть нашей страны почему происходит свержение почему происходит революция почему это получилось тоже вопрос тоже надо отвечать никто нам не отвечают говорят глупости война народ устал от войны хлеба не было царь слабый и так далее тоже никто не хочет ответить поэтому когда мы никто не хочет но не пытается ответить когда мы вот задумались об этом решили что да есть общество есть русскоисторическое общество которое возглавил Нарышкин но я один из учредителей этого общества и больше там не появляюсь потому что рядом селье Шаймиев Шахрай Чубарьян то есть люди которые не любят Россию не любят нашу историю не любят наших героев они учредителей есть военно-историческое общество там другая ситуация там есть люди которые собрались именно так патриотическом настроении они действительно что-то делают они работают но у них вот такая направленность военной истории и мы решили что нам тоже поучаствовать и решили возродить общество которое было создано в 1896 году после смерти императора Александра Третьего его назвали общество развития ревнителей русско-исторического просвещения памяти Александра Третьего мы подумали что сейчас как-то на памяти одного царя не совсем правильно и решили назвать его двуглавый орел с одной стороны это наш гер с другой стороны с Ивана Третьего это образ и смысл нашей империи симфонии царская власть духовная власть это образ и смысл российской империи двуглавый орел решили вот в связи с этим так назвать и зарегистрировались мы в Минюсте в ноябре прошлого года нам только не позволили представляете вот подумайте общество ревнители так называют нам сказали такого слова в русском языке нет и просто настояли или мы вас регистрируем в Минюсте или вы напишите развитие и нам пришлось капитулировать потому что ну хотелось зарегистрироваться и нам пришлось поменять ревнители очень хорошее слово и понятное понятно объединяет людей которые ревнуют об истории ревнуют чтобы узнать много нового большего глубже оно конечно очень красивое слово но вот нас вынудили написать это развитие мы его зарегистрировали долго держали под спудом ноябрь депрабрь в январь вот в середине января после того как я оставил пост директора РИСИ в связи с 70-летием вот мы его объявили это общество создавая отделения по областям сейчас у нас где-то 23-24 области по 5-6 мы работаем чтобы эти отделения занимались насущными проблемами истории какие насущные проблемы истории но так как сейчас столетие революции в следующем год столетии убийство помазанника божьего страшная вещь это разрыв связи с небом что такое убийство помазанника это такой агрессивный разрыв связи с небом с Богом сакральный разрыв Россия она всегда у нас же господа идеальная цель была святая Русь не потому что святая Русь что мы были святыми то есть не мы наши хотя святых было много не потому что а по-моему это была идеальная цель святая Русь это наш дом мы туда должны стремиться может мы его не можем а точно на земле он не сложится но это стремление к святости почему называли святая Русь из-за стремления народа к святости жить по вере жить по господу нашего Иисуса Христу поэтому называлась святая Русь к русским так относились что они стремятся к святости стремятся к Богу вот это уничтожение зверское почему так зверски уничтожили ну есть разные термины ритуально уничтожили зверски уничтожили не просто убили а стреляли и в принципе не нужно было это делать как с прагматической точки зрения почему так зверски уничтожили потому что те кто уничтожал они понимали что они делают что они разрывают эту сакральную связь эту силу Руси которая держалась на вере на православной вере а царь не важно Николаев его звали или Иван или Александр просто царь православная это вот то звено которое связывает с Богом его так зверски убили поэтому мы пока эти два года сосредотачиваемся прежде всего на этих двух темах очень важных для понимания это же переломные моменты в жизни нашего народа нашей страны переломные в прямом смысле этого слова перелом ног позвоночника шеи это самый настоящий перелом слом нашей цивилизации нашей культуры нашей веры вы знаете как Господь Самуил сказал они не от тебя же не тебя не хотят да когда отказали Самуилу в царстве они меня не хотят вся наша революция все наши события суть в этом поэтому царя так убили зверски они не хотели они не хотели веры они не хотели Бога они не хотели Святой Руси поэтому такая злоба поэтому такое так жестоко поэтому так так кроваво все происходило кроваво происходило вот говорят Не только наша революция кровавая. Да, французская тоже кровавая. Но там то же самое. Там же то же самое. Там не хотели Бога. И они победили окончательно. Во Франции до сих пор ничего не может пограниться. Совсем ничего не может. А у нас до конца не смогли победить. У нас все равно возрождается. Вера возрождается. И все причины революции они очень простые. Элементарные. Это отход от веры. Отход от Бога. А почему отход? Вот тут уже интересно. Для нас. Для историков. Вот доктор наук такой есть исторический. Миронов питерский. У него прекрасная работа. Он там обосновывает такую идею. Отход от веры происходил прежде всего от улучшения жизни. Россия стала жить богаче. 55 миллионов за царствие Николая Второго прибавилось. Без территориальных захватов. Вы представляете? За 23 года. 55 миллионов. Какой прирост. Стали жить богаче. Стали более открытыми. Стали ездить за границу. Уходят даже до богатых крестьян. Ездили за границу. Стали жить доходами. Как только богаче человек начинает хорошо жить. Бог ему, в общем-то, как правило, часто и не нужен. А что? Все есть. Все нормально. Это ходить, исповедоваться, причащаться, поститься. Ну и ведь дошло до того, что раз в год, постили. В лучшем случае раз в год. Гавели и разгавлялись. Это не нужно. Как только временное правительство отменило обязательную исповедь на фронте, есть цифры. 50 процентов офицеров, 50 процентов отказались крещаться. И где-то около 70 процентов рядового состава. Вот так вот быстро. Не нужно. Не нужно. Все хорошо. Все похоже. Можно жить хорошо. Можно в театры ходить. Можно в Париж ездить. На воды можно ездить. Все. Проблем нет. Проблем... Я, знаете, не так давно... Мы очень часто работаем с потомками иммиграции. Много работаем. В нашем обществе, в Москве, их десяток человек, которые вернулись. Внуки, правнуки вернулись в Россию, живут, вышли замуж или женились и живут с нами. И как-то бывают такие конференции, где появляются их отцы даже. И вот я помню, в Севастополе выступала одна женщина. Она зачитывала дневник своей бабушки. И она описывает, бабушка пишет, как они бегут от красных под артиллерийским огнем, а босс идет. И страшные вот падают снаряды. Они бегут то ли из Киева. Такая интеллигентская семья, достаточно обеспеченная. И эта бабушка пишет вот эту фразу. Они тоже часто задумываются. Пишет. Я вообще-то не считала себя религиозным. И когда вот попала в эту вот такую ситуацию, вдруг я вспомнила огонь, встала на колени и взмолилась. Вот в этой фразе причина революции тоже. Она абсолютно русская, старого дворянского происхождения, она уже не считалась религиозной. Она взмолилась только тогда, начали снаряды падать рядом. Мы теряем детей. Дети не ориентируются. Мы вместо того, чтобы внушать, что любой бум, любая революция – это преступление. Она ведет к крови, к уничтожению людей, к царству зла, победе зла. Любая революция. Мы это не внушаем. Мы стараемся оправдать революцию, оправдать декабристов, сугубых заговорщиков, оправдать революционеров. Ну, как можно памятник улица Халтурина. Дедушка, а что Халтурин сделал? Он хотел убить царя, но немного ошибся. Взорвал бомбу, убил 40 человек. Иступника, дворника, служанку, повара, солдат. А почему улица Халтурина называется? Ну, вот, у него было хорошее желание убить царя. Ну, ошибся, убил. Типичный, сто процентов, террорист. Но он герой. Мы скажем, да, никто не обращает на это внимания. Дети, которые пассионарные, они как раз обращают. Они считают, а, это герой, значит, я могу так действовать. Я могу, как Вера Засудич, как этот Степан Халтури. Каляев. Каляев, да. Он взял, убил. То есть, у нас, из-за того, что мы в раскоряхе, мы ни туда, ни сюда, ни направо, ни налево, мы боимся стать на наш царский путь. Что такое царский путь? Золотой, срединный, царский, умный, мудрый путь. Мы боимся стать на этот путь. И получается, что мы и там, и сядем. Мы, вроде бы, не хочется, чтобы революция была, не дай бог. В то же время осудить ее тоже боимся. Да, мы уже знаем, кто такой Ленин, но боимся его захоронить. Мы знаем, кто такой Сталин, но решили опять попугать Сталина. Вот мы в таком состоянии междуумочном находимся. И такое состояние приводит, что мы теряем молодежь, мы теряем очень многих людей. Они этим пользуются. Сейчас сформируется единый фронт против власти. То, что произошло в Питере, террористы, вот эти либералы, поговорили с Навальным, это единый фронт. И когда еще товарищ Уганов начинает, у нас есть программы, да мы знаем эти программы, хочется сказать, помолчи, хватит, сядь там тихо и помолчи. Ничего у тебя нет, провалилось все. Ты был секретарем Орловского, Райкова партии. Помолчи. Единый фронт, поймите, сейчас выступать против власти, это значит выступать против России. Не потому, что нам нравится власть. Не потому, что мы влюблены Владимира Владимировича Путина. Не потому, что мы Медведева очень любим, да. Даже не любим все, но все равно. Не поэтому, потому что вы посмотрите, какой единый фронт вылазит. С одной стороны, думаете, это случайно совпадение? Без ко всем не случайно. Не случайно. И город любая не случайно. И город любая не случайно. Все, все не случайно. С одной стороны, либералы, которые раскручивают молодежь, школьников, школьников, а что с ними будешь делать? Они же дети, это вот такая есть расхожая. Ты же не будешь их лупить дубинками. Хотя, китайский опыт показывает, что можно. Не будешь их бить, не будешь. Здесь террористы, единый фронт. И мы, вот самая главная проблема, я заканчиваю уже свой спич, самая главная проблема, что мы не предложили другой платформе. Мы, Путин, конечно, на все праздники ездит в храм, в глубокую провинцию. Видно, что искренне молится, ездит на Афон. И все. А дальше не идет. В церковь верующий сидит лучше тихо. Лучше мы будем поддерживать эхо Москвы, прочую нечисть. А организации православного характера все время с протянутой рукой. Все время с протянутой рукой. Вот этой позиции нет. Вот этого желания опереться на эту идеологию нет. А на другую не получается. И на, вроде бы, на прошлую, советскую, не очень либеральную, вообще полный провал за 10 лет. И вот в таком состоянии. А так бороться нельзя. Так мы проигрываем. Потому что враг, у него псевдоидеология, но они этим пользуются очень легко. Спасибо. Спасибо, Леонид Ильич. Дорогие друзья, вопрос у Леонида Петровича, пожалуйста. Можно у меня вопрос? Леонид Ильич, доцент процессуального права юридического института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы предпрезиденте Российской Федерации Чупилкне Юрий Борисович. Уважаемый Леонид Ильич, поскольку вы долгое время все-таки занимались стратегическими исследованиями, возглавляли институт, история понятная, история опыт и сын, ошибок горьких, трудных, если посмотреть назад, становится стыдно. Что бы вы предложили вот сейчас, когда мы теряем молодежь, когда происходит утечка Москвы, люди эмигрируют и выезжают, что же все-таки нужно делать на современном этапе развития, когда практически нет промышленности, когда нет идеологии, когда нет платформы. Опираться на опыт прошлый, вспоминать, какая была мощная Россия, когда новая молодежь, которая растет, уже ориентирована совершенно на другие ценности, когда за последние десятилетия потеряли вот эти ценности, когда нет новой платформы, новой идеологии. Что вы предлагаете конкретно, основные этапы, что делать нужно, каким образом вовлекать молодежь, как за нее бороться, спасибо. Ой, ну это такой вопрос сложный, как я об этом все время сейчас говорил. Ну, во-первых, я считаю, что без возвращения к русскости невозможно. Русскость – это православие, это вера. Если мы взрослые, ведь молодежь почему? Ну, очень часто говорят, мы образование, не воспитываем детей. Но, если честно, вот меня папа и мама воспитывают. Я воспитан в семье. Да, я был в школе, да, я участвовал. Но вот таким, как я сейчас, меня воспитали отец и мать. Причем с применением мер физического воздействия. Они не стеснялись. Попаднее точно. То есть мы, почему дети у нас такие растут? Да потому что родители бездуховные, безидейные. Они дома ничего не получают. Все радуются, что они сидят у компьютера. Родители, вот мы, более младшее поколение, мы такими. И это не пустое слово вернуться к историческим корням. Вернуться, чтобы семья была традиционная, традиционалистская. Прежде всего верующая семья. Вот это наш путь. Другого пути не будет. Никакие программы не помогут, никакая стратегия не поможет. Да, Реси писала 8 лет, я был директором. Мы писали всякие стратегии, да, никому они не нужны, во-первых. Все отмахиваются от них, от этих стратегий. А самая главная стратегия, это возрождение русского православного духа. Это очень трудный путь, тяжелый путь. Но им надо идти. И не надо отделять молодежь от среднего поколения. Среднее поколение все бросило, о всем забыло. У них выросли такие дети. Родители не являются ни авторитетом, ни примером, никаких. Даже не боятся родителей. Это тоже хотя бы самый такой этап. Поэтому путь у нас, никакая стратегия, опять повторю, не поможет. Не поможет. Должна быть кропотливая работа по просвещению. Историческое просвещение, это не научить людей фактам из нашей истории. Опять говорю, это никто не учит историю. Все по фильмам. А создать исторический дух. Вернуться к мироощущению исторической России. Как мы это понимали. Как мы шли. Как мы развивались. Как мы представляли. Вот вы знаете, сейчас очень на Западе идет такая борьба. Последняя борьба остатков традиционистских сил с глобалистами. Вы видите, как Лепен рвется. Лига Севера. Сальвини. Они пытаются противостоять. Что они нам говорят? Вот недавно я с Сальвини разговаривал. Совсем недавно. Они говорят, вы наша последняя надежда. Они нас рассматривают, как защитники христианской традиции. Мы уже говорим, вот только что вы сказали, и с этим можно согласиться. Что мы уже далеко ушли, уже молодежь совсем об этом не думает. А они видят нас защитниками христианских традиций. И говорят, вы наша последняя надежда. Значит, может со стороны лучше видно. Может не все так плохо. Может быть, все-таки у нас еще есть силы. Нет уже сил. Есть, конечно, силы. Ведь Бог по ругаем не бывает. Мы все время забываем. Вы знаете, ну вот тоже ресиль. Ну пишем мы аналитику. И меня спрашивают в администрации президента. Ну почему вы так уверены вот в этих выводах? И я понимаю, что ему нельзя сказать. Вы знаете, ну ведь Господь, Бог. Если я это слово произнесу, они подумают. А мы же смотрим на процессы через веру, мы смотрим на процессы через истину, через Христа. И тогда мы лучше понимаем. Я вот, я вам честно говорю, вот могу поклясться, 33 года в разведке, я стал лучшим разведением, как сказать, профессионально. Я стал очень классным, ну не очень, не очень, хорошим профессионалом после того, как я выцепляю. И я вдруг увидел, какому человеку, вот, ну Николай Ильич может, он меня хорошо понимает, за границей, работая 16 лет, какому человеку можно подойти, с чем подойти. Не с тем, что ты заметил, что он и на этой почве его, или он там налево ходит постоянно, тоже на этой почве фотографию показал. Нет, я стал видеть, благодаря тому, что исповедовался, причащался, ходил в церковь, читал священное писание, слушал предания. Я стал видеть и понимать, как этот человек может помочь мне и моей стране. Вот на какой моте, струне можно играть? Обычно это струна, искренность, вера и доброта. Вот когда Господь говорит, любовь, мы говорим, Бог это любовь. Мы-то так, это, как только ты начинаешь любить своего агента, Игорь Иванович, он начинает любить тебя и все то, что за тобой. Он просто начинает любить Россию, твою страну. А до тебя тут был вообще никто, помнишь? А до тебя тут был вообще никто. Смотри, как вы запомнили эту историю, я сейчас могу рассказать. У меня, значит, друг, он работал в Пакистане. Нет, и он приехал менять своего другого сотрудника в Пакистан. И этот сотрудник его передавал пакистанцам. Понятный язык такой профессиональный. Передавал пакистанцам. Они трое посидели, вот, все. И этот предшественник уехал. И уже у его друга отдельная встреча с этим пакистанцем. И они сидят, разговаривают. Ну, это агент. И вдруг пакистанец говорит. Анатолий, скажи, а ты кто? Ну, как кто? Ну, ты же знаешь. Я вот такой-то, такой-то, занимаю такую-то должность здесь, в российском учреждении. То, все. Говорит, нет. Вот я мусульманин. А ты кто? Он говорит, он нашелся, говорит, а я православный. Он говорит, православный? Ну, вот это ничего, ничего. А то до тебя, Николай, он был никто. Вы понимаете, здесь истина. Если мы будем действовать, ну, наша стратегия – это возвращение к вере православной. Ну, по-другому нельзя, этот процесс тяжелейший, тяжелейший. Он его завтра и послезавтра не произойдет. Если, конечно, не рванет, опять мы кровью умоемся и побежим к церкви, к Богу, и начнем молиться. Тогда ускорится. А так тяжелый процесс. Тяжелый процесс. Но, конечно, надо многое сверху. Многое должно импульсов идти сверху. Это недостаточно, что президент ездит в церковь, молится и причащается. Этого мало. От него должна исходить и такая энергетика идейная. Он должен посылы эти передавать вниз, а не просто «делай, как я». Этих посылов нет. Если это не будут посылы, тогда коррупционерам будет тяжелее, предателям тоже тяжелее. Если он смотрит спокойно, как, например, нападают и притекуют в русскую православную церковь, где-то защищает, но тихо очень. Он тоже не дает посылов. Нам все равно, абсолютно уверен, у нас разруха-то не в экономике. У нас разруха в головах. У нас полная разруха в головах. Пока мы не выстроим в своей голове и сердце наше видение, мироощущение в соответствии с Господом нашим Иисусом Христом, в соответствии с верой, пока мы это не выстроим, мы будем все время проигрывать. Мы ничего не построим. Мы не сможем. У нас экономика, вы говорите, ноль, но она в каком-то смысле ноль, а в каком смысле мощно работает? Все ВПК работают по три смены сейчас. Все судоверфи забиты подводными лодками, их все время строят подводные лодки. То есть, что-то работает, что-то не работает. Нам выход только один. Это выстраивание вот этого мироощущения по заветам предков, по заветам церкви. Мы когда говорим «вернуться в Россию», я тут книжку написал «вернуться в Россию», имеется в виду не вернуться физически, а вернуться духовно, морально, нравственно. Ощущение, ведь они нас воспринимают, почему глобалисты на нас так нападали, Запад, они нас воспринимают как альтернативные цивилизации. До сих пор. Мы разваливаемся вроде как альтернативные, они нас все равно считают, что мы альтернативы. Вот у нас, если будет, как они нас считают, а мы до сих пор это не можем осознать, что мы отдельная цивилизация, что мы никакая не страна, мы цивилизация. Зачем нам Бог все это дал? Вот эту огромную страну. Зачем Он нам дал огромные запасы? Зачем Он населил нас в таких районах, где каждый второй француз помрет через три месяца зимы? Мне вот Борислав Милошевич покойно говорил, Леонид, ну так люблю Россию. Так хорошо. Но солнца мало, жить невозможно. А мы-то живем. Мы не только живем, мы строим, мы что-то делаем, работаем. Вот когда мы это поймем, тогда у нас и экономика заработает. А сейчас мы... Ширак, вы рассказывали, это понимал, а мы почему-то нет. Расскажите людям, очень интересная у вас встреча была. Ширак. А Ширак? Ширак, да. Ширак. Я свидетель разговора Ширака с нашим руководством, когда он в 2007 году, мне уже устало, мои помощники будут смеяться, потому что они уже 20 раз. Ширак, когда закончились переговоры, он говорит, можно один вопрос уже вне повестки дня. Говорит, я все время читаю, он же русский язык знал, и Пушкина пытался переводить, он все Россию любил. Говорит, докладывает, я читаю, у вас все время споры, с кем должна быть Россия, с Западом и с Востоком. И тут я всегда это подчеркиваю, вот такой делает паузу, и так все наши, так вас не имеют, и он так смотрит на меня. Это у вас что, не понимают, что вы отдельная цивилизация? Что вам все дано, чтобы быть отдельной цивилизацией? Не изолированной, а отдельной. И начал перечислять. Огромные территории, вода, с воды начали. Нефть, запасы. Сказал трудолюбивый, героический народ. Как же у вас это не понимать? А мы не понимаем. Нам все хочется, чтобы у нас или Люксембург был, или Голландия, или Камбучия. Ну что-нибудь такое. Ну вот, давайте у китайцев все с лямзином. Они лямзят, китайцы это же не цивилизация, это нация обезьяна, они все лямзят. Лямзин и делают, лямзин и делают. Они ничего не поражают. Мы все время рожаем. Не, бумага и порох когда-то забыли. Знаете, я ехал в Питер неделю назад. Три женщины, нет, две женщины и три мужика. Один молодой парень. Они чего-то обсуждают, сидя вот в Сапсане, вокруг столика. Потом достали какие-то чертежи. Начали спорить. Стали доказывать. Я вот сижу, думаю, смотрю на них, думаю, вам родные. Вроде мы уже погибаем. А вот эти люди, ну вот, в возрасте от 30 до где-то 45 лет. Вот они прямо творят в поезде. Они куда-то едут, чего-то доказывают. Это железнодорожники. А? Железнодорожники. Нет. Нет. Какие-то там, скажу, резервуары, какие-то чего-то там. У нас же постоянное творчество. У меня знакомый ректор Иркутского политехнического университета, бывшего политехнического института. У него программа. Они разработали. Южная Корея понравилась очень, они ее взяли. Ну, как я связана с техникой, ничего не понимаю в этом. Ну, не важно. Через год приезжает Южная Корея, говорит, ничего у тебя получалось, а значит, ничего не получается. Ну, ничего. Он говорит, наш, говорит, возьми двух-трех наших Кореек. Хорошо, взял. Через год приезжает, говорит, супер. Такие эти, миллиардные эти, прибыли. Все, молодец, как ты мне посоветовал? Двух-трех, говорит, возьми. Мы цивилизация, мы творческая нация, мы вообще-то супернарод. Но все, но все, но все, все, я не хорошее слово, все у нас ушло, потому что стали на неправильный путь. У нас Петр Валентинович Мататули, член нашего общества, пять дней поработал с Жириновским. На шестой день подал в отставку, он его взял помощником по историческим вопросам, он выдержал ровно пять дней. На шестой день капитулировал и исчез. Но одну интересную историю он рассказал. С Жириновским поехали на выставку техническую. И такой разведной журналист современный, молодой подошел, Владимир Вольфович, ну как вам эта вот техника западная? Он говорит, очень хорошая техника, мне очень нравится. Он говорит, ну а когда мы научимся так делать? Жириновский там посмотрел, послушай, а у тебя прадедушка за красных или за белых воевал? Он говорит, за красных. Так что ты рот раскрываешь? Вот и вот и не научимся никак, говорю. Он и сидит, молча не любит. Ну в этом-то серняжная правда есть. Ну вышибли мы и Зворыкина, и Патиева, ну повышивали всех. А кого не вышибли? Секорство. По усекорству. Поубивали. Ну настоящий инженер, исследователь, разработчик, ну это третье-четвертое поколение. А войну сколько еще погибло? Ну понятно, конечно, он прав в этом смысле. Ну вот Атули выдержал только пятницу. Это ад, я покидаю. Пришлось потом начальство упрашивать взять его обратно. Так что я, может, не ответил на ваш вопрос, но я твердо убежден, и мы все должны быть убеждены. Только, наш путь только один. Возвращаться к тому, что писал Достоевский. Русский должен быть православным. Тогда у нас все будет. Тогда мы включим то, чего у них нет. Божью помощь. А она есть. Она приходит. Конечно, если сойти в церковь и сказать, Господи, дай мне, пожалуйста, кредит, чтобы мне дали там. Ну, конечно, не получишь. А иногда, ну, ты получаешь. Ну, если по жизни идти с Богом, ну, всегда получаешь помощь. А Россия всегда получалась по помощь от Бога. Все. Ну, если мое имя, отчество, фамилия, Патенов Николай Геннадьевич, студент Института Истории Международных Отношений, третий курс. Вот так вот, на историческом факультете, на педагогическом учете. Во-первых, хочу вас поблагодарить, честью вам и хвала за вашу работу. Спасибо. Потому что мне друг давал почитать вашу книгу «Вернуться в Россию». Скажу просто «Обалдеть». Другого слова подобрать не могу. Честно. Еще хочу сказать. Ну, возможно, я очень заговорюсь. Но еще хочу сказать. Вы делаете очень нужное дело. Вот, например, у меня в группе, когда я рассылал смс-ки против абортов, меня все поняли и все пошли подписались. Так что ваше общество – это очень нужное дело. Тем более сейчас. Я знаю, какая ситуация у меня в институте везде. И вопрос хочу спросить. Где можно достать ваши работы? Потому что я их видел в Троице-Сергиевой лавре, меня Господь сподобил летом там побывать. Но дело в том, что... А где их в Ростове, допустим, достать? Или хотя бы поблизости где-то? Вы же, у вас, наверное, какая-то еще, какие-то еще научные работы есть. Очень серьезная деятельность идет. Ну, вас как зовут? Афатянов Николай Геннадьевич. Николай Геннадьевич. Ну вот мы будем присылать наши книги, не только мои, а моих коллег, Дмитрию Александровичу, и он будет наши книги распространять. Так что вот эти две, которые у меня, все две книжки. Я их подпишу, сейчас вам и подарю, если можно. Благодарствую. Спасибо, Господи. Времени нет писать. Пока Леонид Петрович занят важной авторской работой, я тоже хотел бы присоединиться к его словам. Вы знаете, вот как образовывался наш Северо-Кавказский центр научной школы, когда к Юрию Андреевичу обратились наши партийные органы и говорят, ну, сделайте, пожалуйста, аналитическую записку о том, что будет. Что будет с Северным Кавказом, какие события произойдут. Я разговаривал, как раз-таки, с одним из участников и создателей этой записки. Она вышла довольно обширной, более 100 страниц, порядка 200 страниц. И когда они, так сказать, в соответствующие органы, в партии органы передавали, они так взвесили, ну, ты понимаешь, вы понимаете, а можно как-то ужать. Они ужали. Вот мы в ЦК будем передавать, а можно еще как-то ужать. Ну, вот, ужимали они до каких-то там уже десятков страниц. О чем идет речь? Действительно, любая аналитическая записка – это аналитическая записка. И она не приводит ни к чему из возможных вариантов, если человек, который ее читает, он не в состоянии, так сказать, проникнуться той, так сказать, интеллектуальной силой, той аналитической силой, которая сосредоточена. Но это не значит, что мы должны вот так вот опускать руку. Вспомните, каждый вот из вас здесь сидящих, вспомните историю своей семьи. Вспомните, кто у вас погиб, да, кто пострадал в этих репрессиях. Мой прадед Василий, вот мы с батюшкой, так сказать, молимся заслуживать о нем, о других родственниках, он у меня сидел в таганрожской тюрьме. За что он сидел? А вот что у него было две коровы, лошади, две лошади и корова у него была. А для того, чтобы не расстреливать всю тюрьму, всю тюрьму поили водой из Азовского моря. Вся тюрьма заболела дизентерией. Он бездный пришел, да, потом всю тюрьму распустили домой, умирать. Вот он пришел, у него все, извините, все брюки, все были, так сказать, в крови. Он два дня пожил и умер на третий день. Так вот, что мы делаем? Мы приходим в церковь, мы ничего не можем сделать уже для этих людей. То, что они понесли, тот крест, который они принесли за Россию, за государя, который, так сказать, пострадал на этом мученическом кресте, и венцы, которые, так сказать, они стяжали, мы им сделать ничего не можем. Но когда мы приходим в церковь, и когда мы их не просто вспоминаем, у меня был хороший прадедушка, когда мы вспоминаем их содержательно, когда мы вспоминаем вот в этом механизме, а какой механизм? Это таинство Евхаристии. Это то, что мы можем о них помолиться, а они за нас там помолятся, и осударь за нас там помолит. А у меня не за корову бабушка сидят, а за царя. Именно за царя. В 1937 году, да, Евхарсинию, бабушка-Любов Сергеевна подопригорали, за другая Евхарсиния Дмитриевна. И вот когда сегодня, когда сегодня мы были с нашими, с нашими членами нашего общества в архиве, и когда нам сегодня показали списки лейб-гвардии казачьего полка, и Леонид Петрович, так сказать, обнаружил тех людей, которые, да, которые, так сказать, те фамилии, которые он знает, он знает их не просто, он их знает наизусть. Вот нам архивариус, так сказать, листает в белых перчатках вот эти листы, а Леонид Петрович их вспоминает. Я их не знаю. У меня, так сказать, родня, там, хутор Чебачий, да, отец мой. Я не знаю этих фамилий, Леонид Петрович знает. Вот он знает, что все кубанское, вот супруга моя тоже, так сказать, ее родня Галагана, так сказать, все они там на Лемности находятся. А эти все умерли, которые здесь перечислены, умерли в эмиграции, уехали. Но что можно делать? С одной стороны, есть вот такая содержательная ниша. Можно вспомнить свою родню, вот выйдет, наконец, да, эта книжка по родоверию, и там, так сказать, переданы казачьи традиции, как это по роду все вспоминается. Можно так идти, можно сохранять вот ту социальную среду, то, что мы говорим, историческая Россия, казачьи традиции соблюдать, казачьи, так сказать, образ жизни вести. Можно вот то, что называется православная экономика. Да, экономика, на самом деле, то, что сегодня вот в мире, это вообще не экономика, она другим словом-то называется. Вот. Можно восстанавливать те традиции, которые были у нашего русского купечества. Но главный объединяющий путь – это вера, церковь. И вот противоление вот этому злу, которое сосредоточено, вот наши коллеги из общественного движения «Царский крест», мы уже здесь сообща, так сказать, начали уже эти подписи, вот обратились к таким вот обращениям по поводу этого фильма «Матильда». Я, можно, несколько слов вкратце скажу, не буду перечислять все, так сказать, воззывания. Вот. Что здесь говорится? В основе фильма лежит попытка заработать деньги на очередном эротическом фильме, используя образы святых русской православной церкви. Образ Николая II. Давайте все-таки не будем забывать, что, да, это наш святой. Это человек, прославленный Виндзе Вученков, и его семья тоже. Царь Николая II в фильме, как и сто лет назад, подвергается поруганию, очерняется потоками грязи, откровенной лжи и клеветы. Фильм изобилует ценами интимного характера, а главную роль императора играет немецкий актер, который ранее стимался в кинофильмах самого низменного содержания. Император Николай II и его огласнейшая семья были причислены к лику святых русской православной церкви. Для многих миллионов православных людей русский император и его семья являются настоящим образцом служения родному Отечеству до самой смерти, как у Петра Мультатуле «Свидетельство о Христе до самой смерти». Книжка его называется «О засударил». Примером для подражания является примером для подражания лицезворение семейных ценностей и подлинной любви к своей отчизнице. В России проводятся мероприятия, приуроченные ко Дню памяти царственных старстатерцев. Организуются крестные ходы, в которых приняли участие сотни тысяч людей. У нас есть соответствующая тоже инициатива. На месте мученической кончины царской семьи возникнет один из крупнейших православных храмов. Храм на крови, о котором сегодня говорил Денис Петрович. Фильм «Матильда» носит провокационный характер, распверняет религиозные чувства православных христиан, провоцирует раскол нашего общества, является угрозой национальной безопасности, попадает под квалификацию статьи 148 и статьи 282, разжигание розни Национального уголовного кодекса Российской Федерации и в том числе оскорбление чувств верующих. Я вот в связи с этой 282-й статьей, ко мне обращались, оперативное сопровождение осуществляло ФСБ, уголовное дело вел в Следственный комитет. Так вот, обращались по поводу кощунственных, так сказать, как эксперту, кощунственных действий в ВК, ВКонтакте. Я когда увидел эту картинку, вот просто я испытал вот такой удар, я даже вам не могу описать, что там было. Что там было. Там было, так сказать, фальсифицированное изображение Христа, в виде креста, так сказать, нацистской символики и так далее. Но вот главное изображение, за которое я считаю, действительно, этому человеку его, кстати, уже охудили, просто носило, так сказать, ужасный характер. Так вот, когда мы будем к этому относиться, вот хорошее есть слово, трезво, когда мы будем относиться к этому серьезно, когда мы подпишемся против этого фильма, когда поддерживаем инициативу Русского Христа, когда мы, вот, как говорил наш дорогой студент, слава Богу, что на историческом институте истории, так сказать, есть такие студенты, когда мы будем подписываться, вот в церкви мы подписываемся против абортов этого деталлиста. Вот в этом и есть выход. Но главный выход – это покаяние и причащение среды хорестовых тайн. Спасибо. Вот Николай Николаевич, когда был начальником ФСБ по Ростовской области, мы пустим книжку. Столько-то лет ГПУ, ЧК, ГПУ, НКВД, КГБ Ростова. И прислал мне в Москву. Я ее прочитал, сразу же набрал телефон и говорил, Николай Николаевич, а вы зачем ее выпустили? Чтобы люди узнали все, что творилось. А знаете, я ее прочитал, там, ну, сейчас цифры забыл, человек 10 возглавляли в этот период эту вот организацию. Из них только 2 человека умерли в своей смерти. Остальные были репрессированы. Их тоже репрессировали. То есть из 10, 8 были уничтожены. Один выжил, знаете как, он в 30-м году написал письмо ЦК ВКПБ, что я предан, я верю, я то, я сё, но очень слабые у меня нервы. И я не выдерживаю допросы физической силой. Вот, поэтому не могу занимать эту просьбу меня отпустить. Хорошо, это был 30-й год, а не 37-й. Его уволили вчистую, и он устроился черно-рабочим на Россельмаш. И про него просто забыли. И он умер благополучно, скончался уже в солидном возрасте, в каком-то 68-69 году. И ещё один человек действительно дожил до пенсии и спокойно уволил. Остальные все написали. Вот в Ростове вместе с тем и есть памятная доска, на этот счёт нашим чекистам установлено. Когда первый раз немец брал Ростов, то был задействован знаменитый диверсионный полк Бранденбург-800, который переодевались в одежду красноармейцев и так далее. Задача была по железнодорожному мосту, чтобы его не успели наши взорвать и пропустить танки. В конечном итоге, к сожалению, так и получилось. Но первые противодействия, они на уровне Будённовского, где мы сегодня проезжали, остановили замначальника станции, или начальника станции железнодорожного, расстреляли. Ему тоже памятник. И они обороняли Ростов, и обороняли вокзал. То есть они выбежали из управления, да, и побежали туда, и обороняли вокзал. Вот это герои. Все погибли. Все погибли. Коллеги, давайте, может, будем заканчивать, да? Потом мы уже это... Нет, пошелом Дмитрий Александрович, с доброго пути, чтобы он развал здесь работу. Это самый активный у нас председатель. А ты будешь... А мы тебе будем помогать, по мере возможности. Но мы готовили поездку просто. А не только поездку. Он уже и в Москве был у нас на... Да, да. Взялся за гуш, не говори, что не идешь. А мы твои помощники. Спасибо большое. Поликобритатель Николай Николаевич. Спасибо.